Добрый вечер, Игорь. Наша страна активно использует зеленые технологии по производству энергии. В частности, солнце, ветра, малых рек. Также производим тепло из биомассы, строим эко-дома, биогазовые комплексы. Словом, нам есть что представить на Экспо-2017. Мы ожидаем от этой выставки очень важных дискуссий, решений и практических дел, направленных на укрепление энергетической безопасности нашего государства. Напомню, в 2015-м Беларусь провела масштабную презентацию в рамках Экспо в Милане, организовав одну из самых запоминающихся экспозиций, которую посетило около миллиона человек. Электромобили подешевеют. Ставка таможенной пошлины на легковые электромобили снижена с 17% до 0, на грузовые с 15% до 5. Принятое решение о снижении пошлин на ввоз привлечет потенциальных покупателей экологически чистого транспорта и создаст условия для формирования рынка. Меры стимулирования будут действовать еще минимум год. Белорусские покупатели стали меньше тратить на заказы в китайских интернет-магазинах. Спрос снизился на 20%. В среднем 15 рублей за одну покупку. Зато вырос спрос на товары для детей. Средний чек 71 рубль. Более активно интернет-пользователи стали покупать турпутевки, а также бытовую технику. Около 81 рубля тратим на одну покупку. Янтарные бусы – новый источник дохода белорусов. Скупка старых украшений из натурального камня выросла на треть. Однако не все содержимое бабушкиной шкатулки будет представлять ценность. Камень должен быть чистым, натуральным, природного происхождения. За одно жерелье можно выручить до 6 тысяч белорусских рублей. Доллар и евро потеряли по копейке по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже. Доллар снизился до рубля 95 копеек. Евро подешевел до 2 рублей 18 копеек. За 100 российских рублей сегодня можно выручить 3 рубля и 2 копейки. Таковы основные деловые новости понедельника. Мы держим руку на пульсе экономики. Игорь. Редактор субтитров А.Семкин